Всем привет! Вы на канале Фолстон и я все еще под впечатление матча Шахтер-Вольсбург. Итак, давайте по порядку. Но сначала подпишитесь на мой канал и ждите новых роликов. А этот я начинаю прямо сейчас. Начну с того, что знают все. По миру бродит зараза под названием коронавирус. И футбол попал под ее действия в том числе. Все чемпионаты Еврокубки приостановили матчи. И именно поэтому мы смотрим ответочки в 1-8 в августе. Шахтер в первом матче поехал в гости к немцам и завоевал достаточно комфортное преимущество, одержав победу с отчета 2-1. Получается, горняки могли позволить себе даже пропустить один гол и все равно пройти дальше. Все же правила выездного гола никто не отменял. Со временем первого матча утекло очень много, очень много воды. Шахтер стал чемпионом Украины, а Вольсбург финишировал на седьмой строчке. О форме команд судить в этот послекарантинный период сложно, но я попытаюсь. В 9 матчах Бундеслиги после карантина Волки одержали 4 победы. Проиграли столько же, еще один матч закончили в ничью. Горняки после возобновления провели также 9 матчей, одержали 7 побед и 2 ничьи. Но, как вы понимаете, уровень УПЛ и Бундеслиги немного разный. Но после возобновления главными проблемами всех клубов стали травмы и поддержание тонуса. Корняки провели последнюю игру 19 июля и с тех пор прошло уже 2,5 недели. У Вольсбурга последняя игра состоялась 27 июня и команда уже больше месяца не играет, а только тренируется. Плюс ко всему, у обеих команд перед матчем были травмированы игроки, а у одного из игроков Вольсбурга диагностировали коронавирус. Сам матч начался достаточно активно со стороны немецкого клуба, что в принципе и понятно. Немцам нужно было забивать дважды. Украинский клуб первые минут 10 был просто-напросто заперт на своей половине поля. Как только мяч переходил к горнякам, волки мощно включались в прессинг даже у штрафной площадки и старались как можно быстрее вернуть мяч в свои ноги. Но возле штрафных хозяев ребята из Германии не сделали ничего опасного и постепенно игра выровнялась. Первый действительно опасный момент возник у ворот Вольсбурга на 13-й минуте, когда Патрику удалось плотно пробить, однако кипер Волков был на чеку. Постепенно стал проявляться рисунок игры. Горняки немного меньше добирались до штрафной соперника, однако их моменты были в разы острее. Тут был и очень симпатичный вывод на удар Марайса прямо по центру ворот, однако игрок не попал в темп атаки и махнул мимо мяча. Крайне опасный удар был Марласа в штангу, а также крутой удар от газона от Матвиенко. Футболист круто поймал навес на дальней штанге, однако снова Кастелс сохранил свои ворота. Так клубы в принципе и ушли на перерыв. По первому тайму стало понятно, что слабое место немцев в фланге. Руссион и Бреккала слабо справлялись с ролью бороздить свою бровку и просто не успевали отрабатывать в обороне. В то время как Додо и Матвиенко растягивали несчастных троих защитников, оставляя целую гору пространства для атакующей четверки горняков. На свой гол Шахтер наиграл, однако табло Олимпийского показывало скучные нули. За первую половину горняки сделали на треть больше пасов, чем немцы, и их точность приблизилась аж к 90%. Гораздо больше били по воротам и, что самое важное, гораздо чаще попадали в створ. Откровенно говоря, очень ждал гола Вольсбурга. Галешник немцев очень круто бы вскрыл игру. Немцы бы понеслись вперед с удвоенной силой и было бы настоящее мясо. Ну а атак вышло суховато. Пусть и с опасными моментами. Горняки выглядели без зуба в завершающей стадии, но пожевали волков очень даже неплохо. Вольсбург впереди не показал вообще ничего. Не пойму, как они вообще дошли до 1-8 с такой-то атакой, которая не нанесла ни одного удара в створ за половину игры. По стилистике немцы не показали красивый футбол. Жесткие передачи, которые отскакивают на 3 метра, небольшая скорость и очень много физической борьбы. Игра Шахты смотрелась в разы симпатичнее. Разыгровки на коротке, треугольнички, стеночки, очень красиво. На контрасте с неповоротливыми немцами смотрелись очень даже добротно. Ладно, давайте теперь переходим ко второму тайму. В его первой половине Марлос и Тайсон имели возможность отличиться. Однако в эпизоде Марлоса удар пришелся по центру прямо в Кастелса. А в моменте с участием Тайсона подвела техника. Просто не докрутил мяч в дальний угол. Ну а около 70-й минуты наконец-то дали размяться пятому. Правда удар пришелся прямо по центру и украинский кипер на опыте справился. Ну а дальше понеслось. Хачалава сфалил прямо на границе штрафной. Поэтому судье пришлось посмотреть эпизод в монитор. По итогу был назначен штрафной. Удар прямо на границе штрафной площадки. А сам Хачалава почему-то получил красную карточку. С одной стороны он бы по-любому ушел с поля, поскольку уже сидел на горчичнике. А с другой стороны за такую прямую карточку никто не дает. Тем не менее Шахтер остался в десяти ров. Да еще и с опасным штрафным возле своих ворот. Однако пушка Брекала опять пальнула в центр ворот и Пятов не подвел. Через минуту Марайс посадил на вторую желтую карточку Брукса и составы уравнялись. При 18 игроках в поле пространство стало гораздо больше. И защитники Вольсбурга просто разрывались между бразильским нападением украинского клуба. Несмотря на то, что у горняков появилось пространство, чтобы перебегать и умотать соперника, практически до конца матча опасных моментов и завершающих ударов не наблюдалось. И наконец на 89-й минуте случился гол. Додо космическим рывком сохранил мяч после неудачной подачи. Отдал на Соломона. Соломон просто по-царски разобрался на пятачке с несколькими соперниками. Вернул на Додо, последний прострелил в район 11 метров. И оттуда Морайс в одно касание вколотил наконец-таки мяч в ворота. Для немцев в принципе ситуация не поменялась. Им по-прежнему нужно было забивать два. Однако уже через две минуты Коноплянка на невысокой скорости разогнал контратаку, сместился в центр по линии штрафной и отдал на Соломона, который точно завершил атаку. Откровенно говоря, Жека еле-еле бежал. Но гол есть гол, его не отнять. Ну и пока показывали повторы второго гола, тот же Морайс отобрал мяч просто у последнего защитника и решил выход один на один. Горняки, если не наиграли на три гола, то забить дважды они точно заслужили. И выход в 1-4 лиги Европы тоже. Шахта смотрится очень и очень достойно. Красиво плетя свои сети ногами бразильцы в центре, достаточно надежно отрабатывая в обороне и опорной зоне. Их следующим соперником наверняка станет швейцарский Базель, который будет играть ответку с Айнтрактом. Первый матч швейцарцы выиграли со счетом 3-0 на выезде, поэтому наверняка исход этой дуэли уже понятен. Базель крепкий орешек, горнякам нужно будет постараться, чтобы его расколоть. Что остается нам? Держать кулаки за последний клуб из-под совка в этом розыгрыше. Пройти в полуфинал очень даже реально. Там в соперниках скорее всего окажутся Интер или Байер. Горняки играют очень достойно и действительно красиво. За их футболом приятно наблюдать. Однако я искренне надеюсь, что в следующем матче они будут более точны и хладнокровны в завершающих стадиях атак. Ну а с вами был Костя Фолстон, который очень даже рад смотреть классный топовый футбол в августе. Ну а вы в комментариях напишите, до какой стадии Лиги Европы доберется Шахтер. Ну а с вами я увижусь в следующем видео. Пока-пока. Подписывайтесь и не скучайте.